МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он нанес своим знакомым смертельные ножевые ранения. Подозрения пали на их коллегу. Покажем последствия страшной аварии в Пестричинском районе. Вылетел оттуда, сюда, ебоком железо. И по какой причине в Лаишевском районе разбились две женщины. А также розыск подростков, пропавших на моторной лодке на Каме, гибель скалолазки у Юрьевских пещер и борьба полиции с дикой коноплей. Это и не только прямо сейчас. Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили сегодня ранним утром на территории предприятия по производству сухих строительных смесей в Тукаевском районе. Подозреваемого в убийстве быстро нашли и задержали. Им оказался 34-летний коллега погибших. Зачем он зарезал своих знакомых, знает Вероника Гайнудинова. Об убийстве на предприятии в селе Верхний Суоксу экстренные службы узнали в 5 часов утра. На территории базы полицейские обнаружили тела двух мужчин. Одному 46 лет, другому 52 года. Оба были зарезаны. По данному факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался житель Мензелинского района 1987 года рождения, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Следствие установило, преступление произошло еще ночью. Началось все с распития алкогольных напитков. Выпивали только коллеги. На версии следствия ночью 22 августа подозреваемый распивал спиртные напитки вместе с двумя своими знакомыми по работе на территории одного из производственных баз. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений и злоумышленник нанес своим знакомым смертельные ножевые ранения. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Вероника Гайнудинова, Ират Назипов, Наля Абдулин, Вызов 112. В Елабуге ищут двух подростков, пропавших без вести во время плавания. По версии следствия, 17-летний парень и 16-летняя девушка отдыхали на берегу Камы в компании знакомых. Затем подростки отправились плавать на надувной лодке с мотором. С тех пор о их местонахождении ничего не известно. На связь не выходит, а их телефоны недоступны. По факту исчезновения несовершеннолетних, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства двух или более лиц. Проводится к области необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, произошедших, а также местонахождений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. 35-летняя женщина погибла во время занятий по скалолазанию у Юрьевской пещеры в Камск-Устинском районе. Альпинистка упала со скалы с высоты около 30 метров и потеряла сознание. На место срочно вызвали скорую помощь. Медики попытались спасти пострадавшую, но все их попытки были тщетны. По предварительным данным, во время занятий по скалолазанию у женщины по неустановленной пока причине произошел обрыв каната. В результате чего-то упала с высоты нескольких десятков метров. Получив травму несместимой жизнью, она скончалась на месте. 37-летний мужчина погиб сегодня утром в результате страшной аварии в Пестричинском районе. На четвертом километре автодороги Старая Шегалеева-Пестрецы столкнулись села Докалина и Соболь. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Машину занесло и боком вынесло на полосу встречного движения. Айрат Назипов был на месте. Вылетел оттуда, и боком занесло. Шансов выжить у 37-летнего пассажира после такого мощного удара просто не было. Он скончался на месте происшествия. 30-летний водитель Лады выжил. Его с различными травмами госпитализировали. Определить траекторию движения Лады-Калина можно по следам ее шин. Видно то, что легковушка частично заехала на обочину, после чего ее выкинула на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. С какой скоростью двигались автомобили, еще только предстоит установить. Но вся сила удара пришлась на правую сторону Лады. У Соболя повреждения чуть меньше. Все обстоятельства произошедшего, скорее всего, будут устанавливать уже следователи. По факту смертельного ДТП, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. Жизнь двух человек унесла авария, произошедшая в выходные в Лаишевском районе. На 22-м километре автодороги Столбище от Абаева 43-летняя женщина, водитель Лифана, пошла на обгон, но не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Автомобиль ударился крышей в бетонный водосток. Женщина, управлявшая иномаркой, и ее 24-летняя пассажирка скончались на месте. 32-летняя женщина, сидевшая сзади, выжила. Ее с различными травмами доставили в РКБ. Две иномарки, Черри и Хёнде, не поделили дорогу на проспекте Победы в Казани накануне вечером. Как рассказал водитель Черри, он ехал по крайней правой полосе, когда Хёнде стал перестраиваться направо, прямо перед ним. Избежать столкновения водитель Черри не смог. После удара его автомобиль выбросило с проезжей части. В результате аварии мужчина ударился грудью об руль. Ему вызвали скорую помощь. После осмотра его отпустили. Поводов для госпитализации медики не нашли. Мужчина погиб на пожаре в частном доме на улице Люксембург в Буинске. В помещении горели диваны и вещи на площади 25 квадратных метров. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело человека и его личности. Причина трагедии устанавливается. Склад с полиэтиленовыми трубами загорелся этим утром на улице Нигматулина. Огромный столб дыма был виден сразу в нескольких районах города. Как рассказали в МЧС, возгорание произошло на территории строящегося 17-этажного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину установят пожарные дознаватели. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30 предполагаемых членов группировки Тукаевские. Они обвиняются сразу по 13 статьям Уголовного кодекса от угона до организации преступного сообщества. Как считают следователи, с 2009 по 2017 годы они занимались вымогательствами, хулиганством, разбоями и мошенничеством. Это далеко не весь список. Какими методами действовали, узнала Эгуль Бодрудинова. Своего они добивались в самом прямом смысле этого слова. Вымогая деньги, крушили и поджигали букмекерские конторы. Это зафиксировали камеры наблюдения. 30 человек, предполагаемые члены преступного сообщества Тукаевские, обвиняются и в ряде других преступлений. Следователи установили их причастность к хулиганствам, разбоям, мошенничеству в сфере страхования, повреждением чужого имущества, угону автомобиля, принуждению к заключению сделки, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Как полагают сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана, соучастники обманным путем похитили у 8 граждан и одной фирмы более 50 миллионов рублей. А также организовали незаконные пребывания на территории Российской Федерации около 8 тысяч иностранных граждан. Кроме всего прочего, их обвиняют и в создании преступного формирования и участия в нем. Полностью согласились с предъявленным обвинением два человека. Еще шесть свою вину признали частично. Остальные заявили, что ко всему этому не причастны. Во время следствия 16 обвиняемых заключены под стражу, четверо помещены под домашний арест, четверым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, остальным запрет определенных действий. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу. Айгуль Бодрудинова, Вызов 112. Плантацию конопли обнаружили полицейские между школой и детским садом в одном из дворов на улице Батаршина. В ходе операции МАК стражи порядка обращали пристальное внимание на запрещенные в стране дикорастущие наркосодержащие цветы и травы. Что делают с растениями, которые оказались под запретом? Рамиль Шайдулин. Ее нашли у тропинки вдоль забора на улице Батаршина. Растение не знало, что оно запрещено и самостоятельно произросло рядом с жилыми домами, школой, детским садом и игровыми площадками. До уголовного дела в прямом смысле слова рукой подать. Но стражи порядка до соблазна решили не доводить. Каждый кустик собрали, задокументировали и тщательно забаковали, как улику. Для этого и была придумана операция МАК. В Казани она завершилась пять дней назад. Все обнаруженные кусты были изъяты полицейскими и направлены на исследование. Экспертиза установила, что представленное растение зеленого цвета является коноплей и в ее частями, содержащими наркотические средства. Общий вес этого урожая уже в высушенном виде составил больше 200 граммов. После всех необходимых формальных процедур его уничтожили. Рамиль Шайдун и Елена Саляхова. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алияха и Рудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.